Всем привет! С вами Евгений, mobiltelephone.ru. Сегодня компания Sony объявила о том, что выпускает обновление с Android 5.0 Lollipop для Xperia Z3 и Xperia Z3 Compact. Мы оперативно достали прошивку, накатили ее с помощью Flash Tool и спешим поделиться с вами, что же там такого новенького. Сейчас идет предварительная настройка после первого включения. Указываем Wi-Fi, указываем аккаунт Google, автосинхронизацию активируем, если надо. Попадаем на рабочий стол. Я хочу зайти в настройки сейчас и активировать там опции для разработчиков, для того, чтобы можно было видеть на экране, куда я нажимаю. Демонстрация будет производиться с помощью скринкаста, то есть записи видео с экрана, чтобы было нагляднее. Неговорящие руки, ну а прямо то, что происходит на телефоне, будет показываться на видео. Вот эта опция. Зажимаем кнопку питания и здесь записать экран. Есть опции, разрешение, ориентация. Ну и все. Xperia Home во всей красе. Рабочие столы прокручиваются. Красивые виджеты. Зажимаем палец на экране. Вот так. Можем скрыть строку Google. Вернем как было. Внизу виджеты, приложения. Выбор фоновых рисунков. Ну и конечно же темы. Новых тем, кажется, не появилось. Однако дополнительных полно в маркете. Качай не хочу. Много всего прикольного. Заменяется много всего с помощью них. Перейти к настройкам экрана можно и путем щипа двумя пальцами. Сводим пальцы. Все выглядит симпатично, шустро. Опускаем шторку. Видите, как она поменялась. Двойное раскрытие. Можно либо свайпом, либо по нажатию на левую сторону. Анимашки, анимашки. Выглядит все очень классно. Ну, в общем-то, ничего нового, потому что мы это видели еще у LG Nexus 5. С самой первой сборкой. Лолипоп. Клавиши быстрого доступа. Смахом убираются уведомления. Можно добавить нового пользователя. Дать, например, ребенку поиграть. При изменении громкости аппаратными кнопками появляется такая плашка, где несколько режимов. Выбор приоритета. Можно активировать определенный режим на конкретное время, либо бессрочно. Находитесь на встрече, например, 2 часа. Ставьте 2 часа. Экран блокировки. Можно перейти к звонилке, к камере такими вот жестами. Опять красота, анимация. Взгляните, как плавно все происходит. Здесь меню приложений. Приложения, кажется, остались теми же. Набор софта. Сортировка по алфавиту. Пункты настроек. Кажется, их порядок не поменялся. Изменился вид. Наверное, я пройдусь по всем основным разделам, чтобы вы получили представление об Xperia Home на Лолипопе. Ну и подумали, надо вам вообще ставить раннюю прошивку или нет. Все же стабильность, я думаю, пока будет хромать. Все же первая доступная официально, вообще доступная сборка. Так что устанавливайте на свой страх и риск. Я вот рискнул, но пока никаких проблем. Персональные настройки. Можно активировать функции для движения. Это ответ. Это отклонение. Вызовы. Полезная вещь, мне кажется. Темы. Темы красивые. Темы нужные. Фоновый рисунок. Часов три. Часы Sony. Цифровые. Аналоговые. Часы Sony видели уже. Это цифровые. Обратите внимание, что уведомления появляются на экране блокировки. Можно их там закрывать взмахом. Можно непосредственно переходить к приложению по двойному нажатию. Аналоговые часы. Выглядит симпатично. Можно таким образом раскрывать уведомления. Значки в строке состояния можно выбирать. Некоторым пользователям нравится, когда ничего лишнего. Но как по мне, пусть лучше будет заполненная строка, зато все информативно. Вызовы. Кажется, все по-старому. Начальный экран. Два лончера. Xperia Home, где мы находимся. И простой начальный экран. Для пожилых, для детей. Дисплей. Примочки для изменения изображения. Есть работа в перчатках. Владельцы Xperia Z3 знают, на что способен смартфон. Можно регулировать баланс белого. Экран моего Xperia Z3 очень холодный. И его нужно делать теплым. Двойной тап для разблокировки. Звуки уведомления. Кажется, тоже все по-старому. Но оформление, конечно, повторюсь, новое. Мне оно нравится. Material Design. Тут и там. Параметры по звуку. Память. Вставлена в телефон карта памяти microSD. Появилась фишка с переносом данных на карту памяти. Чуть позже продемонстрирую это. На примере и на реальном. Электропитание. Режим стамина. Режим ультра-стамина. Смартфоны Xperia обладают всеми этими фишками. И эти фишки очень помогают продлить время работы. Злоупотребляйте ими. Они продлят время до разрядки. Весьма существенно. Местоположение. Безопасность. Аккаунты. Учетных записей много. Интеграция Xperia. Клавиатура Xperia. Очень удобная, красивая. Есть ввод с жестами, свайпом. Можно менять обложки. Можно даже выбирать, какие кнопки отображаются. Такая вот настройка. Для новых пользователей. Ну и для интереса выберут черную обложку. Резервное копирование. Общий сброс тут же происходит. Дата-время. Часы выглядят теперь вот так. Ну любители, мне кажется. Материал-дизайн всюду. Спецвозможности. Функции для разработчиков. О телефоне. Версия ПО. Android 5.0.2. Nollipop. Можно запустить игру. Игрок, конечно, из меня никакой в нее. Интересно ради проверить обновление. Может быть, какое-то уже появилось. Обновить. Нет. Пусто. Зайду в Play Market и покажу обещанный перенос приложений. На реальной игре. Этого очень не хватало на предыдущих прошивках. Особенно на смартфонах, где мало внутренней памяти. Король воров. 30 мегабайт. Дождемся установки. Экран многозадачности. Закрывается приложение по свайпу. Обратите внимание, как все плавно и эффектно. Но не очень быстро. Проходит секунда-полторы до открытия настроек. Ну, еще раз шторка. Итак, заходим. О приложении. Перемещение. Занимает это определенное время. Готовьтесь к тому, что тяжелые приложения будут переноситься еще дольше. Музыкальный плеер. Известно, что Walkman будет переименован в программу под названием музыка. Ну, вот на текущей прошивке мы еще видим Walkman. Функционально поменяться должен не сильно софт. Ну, а чего ему меняться, если он красивый, функциональный. Все его знают, все его любят. Фирменный плеер от Sony. По настройкам кажется все, как и было раньше. Эквалайзер. Выбор предустановок для наушников. Усилитель басов. Эффекты для стереодинамиков. Можно посмотреть музыку по папкам, по альбомам, по трекам. Плавно, быстро. Сами это видите. И еще раз шторка. Теперь посмотрим на экране блокировки, как выглядит музыкальный плеер. Можно переключать трек. Меняется обложка. Фоновый рисунок. По двойному этапу по плашке уведомлений плеера мы переходим к плееру. Ну, а теперь покажу мини-приложения. Они не изменились. Вот для галочки, что показал. Демонстрирую. Еще раз экран приложений. Будильник. Внешний вид переработан тоже. Но мне, в общем и целом, нравится. Не знаю, как вам. На мой взгляд, изменения положительные. Фирменный виджет погодно остался. Это хорошо. Звонилка. Клавиатура. Можно прикреплять рисунки, файлы. В камере ничего нового обнаружить не удалось. В общем-то, функции интерфейс остался тем же. На мой взгляд, обновление для Xperia Z3, Xperia Z3 Compact на базе Android 5.0 Lollipop удалось на славу. Выглядит интересно. По первым впечатлениям, стабильная весьма прошивка. Можете ставить. Не переживать. Если какие-то проблемы будут, то компания Sony наверняка не будет заставлять владельцев флагмана и имени флагмана страдать. Выпустит оперативный фикс. Но я думаю, до этого не дойдет. В общем, ставьте и пользуйтесь. Если обнаружили что-то новое, что я не упомянул, то пишите в комментариях, буду рад дополнению. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, Мобилтелефон.ру. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. И до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова